Ну, конечно же, в идеале атака-вызов это спровоцировать резким ускорением, взрывом там противника на ответную реакцию, естественно. Мы сейчас разобрали механизм такой, что ударил, качнул, ударил, да. Но сама по себе первичная атака-вызов, конечно, первое движение, это резкая, страшная, сокращение дистанции, мягко-мягко. Он по инерции, он уже попытается ответить, провокацию, он уже в этот момент замрет, если не ответит. Или ответит, что вам тем более на руку, потому что вы уже быстрее его, вы разгоняете атаку свою. Ну да, конечно же. В идеале, чтобы вам ответили. А под какую руку уходить, мне совершенно не важно. Качнул я влево, правый он ответил или левый, даже лучше тут могу пробить дальше между рук. Ответил он мне не левый, а правый, я все равно ушел, встаю дальше с ударом. То есть совершенно не важно, какой вам рукой, в данном случае, прямой удар отвечает. Да, интересно. Мягче. Давай медленнее. Вот, шаг просто. Раз. И качнуть. Почему ты там окажешься? Давай поспокойнее, понимаешь? Так, так, динамичнее. Не делай резко. Хорошо, сейчас. Давай динамику сделаем. Раз. Вот видишь, мысль в чем? Достань носком ноги. И вправо сейчас качни. Вот сейчас момент какой был. Еще раз, медленно достань до меня. Раз. Да. Пошел качать. Молодец. Вот это надо. Еще раз. Да. Но, смотри, вот, с вами вот. Раз, два. И ты сюда ногу ставишь. Ты же этим действием сокращаешь, смотри. Раз. Два. И выход туда три. Вот это повторение. Раз. Ты ногой начинаешь. Рашид, плечами. Еще раз. Качнул. Раз. И качнул. Во. Вот рука сама падает. Пошел справа. Молодец. Сейчас понял, что делаешь? Вот этот момент очень важный. Раз. Не ногой ты пошел. Не руку забираешь. Ты уходишь, видишь? Пока твоя рука там, он не бьет тебя. Ты падаешь плечами. Нога ставится. Неважно, какой рукой он ответит. Еще раз, сделай, пожалуйста. Плечи и ноги в одной плоскости. Не-не-не, ну достань рука все-таки, пошла. Давай еще раз, давай догадись. Перестань вот это вот делать. Вещать руки спокойно. Ты взрослый, спокойный мужчина. Чего ты суетишь? Ну а где нога вышла? Мягче, да. А теперь мягче. Пройдет только вот. Раз, два, три. Молодец. Влево. Ну, нога должна была быть. Раз. На носке оставь ее. Да не шагай, Рашид. Не надо ногой, она сама пойдет. Ты левую ногу выстрелил на носке, делая в сторону. Она сама чуть-чуть видит буквально. Нет, ты опять ногой сделал. Плечами качнуть. Рашид, не на ногу, а достать ногой. Как бы ты остаешься там. Атака выта не подразумевает движением башку вперед. Да? Вот-вот-вот. Ну, подшаги, быстрее на нос. Выстрели, ногой достань, ногой, нога. Старина, ты делаешь мне маленькую вещь, которая не совсем корректную. Ты идешь на ногу. То есть ты делаешь мне вот это вот движение. Вроде ты ногу ставишь на носок, но сам при этом лезешь туда. Вот поставил ногу с носком, ногу выстави вперед. Это и есть твой... Вот он, боксерский шаг. Там, где будет твоя передняя нога, будет передний кулак. Чтобы ты сам туда не лез головой. Да. Во! Сейчас удобно было? А то получается ты уже здесь. Ты не можешь наклониться. Еще раз. Ногой передним доставай. Браво! А вправо то же самое. Опять. Во! Удобно сейчас было? Вот смотри, какой маленький мяс. Ты просто ногу выставил. Понимаешь? Более быстрое движение? Носок, ноги. Не сам ты туда лезешь. Да понял я. Пожалуйста, дома чтобы отрабатывать. Спасибо. Вот. И вот возвращаясь, что это будет? Атака-вызов. Атака-вызов, она и заключается, что вы, выкинув кулак, выкинув кулак в сторону соперника, вы сократили дистанцию. И вот зачастую происходит, что в ответ получается, когда я ударил левый прямой, да, выкинул кулак. И забираю руку, жду, когда мне ответ сделают. А если он не ответил, то я и не буду ничего делать, да. Поэтому атака-вызов, подразумевая под собой сокращение дистанции через удар, вы защищаетесь этим движением. Разгон своей массы инерции первым движением. И мне уже не важно, ответил мне противник или не ответил. Я делаю, ухожу с линии атаки плечами, корпусом, плечами, падаю, не забираю руку. Все равно немножко вперед голова пошла, чуть-чуть, да. Я не, потому что когда рука возвращается, даже если пятка бедра, то она закрывает ваш подбородок. Я не забираю руку, я делаю наклон плечами и рука сама возвращается. Даже если мне в это время идет ответный удар, он идет за моей рукой. А я не руку забираю, я делаю наклон плечами и уже ушел. И я там продолжу какую-то ситуацию дальше. То есть я разгоняю свою массу через инерцию движения. Ударил тот же левый вправо. Не забираю руку. Падаю плечами. Нога подошла. А третий он мне не ответил, мне все равно. Здесь пошел дальше ударное движение. Раз, два, раз. Оп, опять качнул. Раз, оп. То есть используя первое движение для второго и третьего, для разгонного действия. И самый главный момент, что не на ногу, что вы не забираете руку. В ответ, когда получаю тоже. Ударил там ту же двойку. Голова же пошла вперед. И не за того, чтобы делал движение бедро, пошел удар от ноги, правильно? Я ногу забираю, если возврат хочу. Не руку забираю, и голова остается. А именно вращательное движение, кулак закрывает на обратном движении мой подбородок. А здесь вы уходите опять, не забирая руку, вы уходите с линии атаки за счет наклона, то есть падая прямо на локоть. И здесь дальше используя инерцию падения ту же. Падаю, и рука возвращается. То есть вы не остаетесь вот в этой полупозиции на сотую долю мгновения, чего достаточно для получения ответного удара. Раз, оп, уже ты получил. Раз, опять получил. Качну, не забираю руку. Вот атака выдавана, там даже простая. Вот такой момент. Не ждать, когда вас ударят. Тем более на средней дистанции, когда ты ждешь удара на средней дистанции, защититься от него невозможно. Ну, если подставки нет, каким-то уклоном, нырком еще. Кулак вылетает в средней дистанции. Что-то сделать более быстро, чем кулак, фактически невозможно. Ну, если он вам не показал об этом или не объявил заранее. Поэтому основной момент, что атака-вызов, вы этим сокращаете. Ответили вам, не ответили, вам все равно. Качну, дальше развиваешь свое движение. Самое простое. Пользуемся, господа.